Баван, кажется, это конец. Петя, у тебя 37,2. Петя заболел. Все казалось несерьезным, и сначала ему стало лучше, а потом уже нет. Как же так? А кто же теперь будет вести топы? А ведь сегодня, сегодня собирались снимать топ лучших зарубежных сериалов в истории. И ведь он совсем чуть-чуть не дожил до нашего месяца сериалов. А ведь я уже даже купил дошек, чтобы поесть на съемке. С кетчупом или с мазиком? Топ-10 лучших зарубежных сериалов в истории. Мы составляли этот список, полагаясь в основном на свое субъективное мнение и только на наше мироощущение. Поэтому готовьте говнометы. Изначально мы хотели сделать два топа сериала-драмы, сериала-комедии, но в итоге решили не делить на две десятки, поэтому здесь в основном сериалы-драмы с небольшим вкраплением комедий. Мы не считаем сериалов, у которых пока только один успешный сезон, вроде очень странных дел. Ну и само собой, тонны сериалов просто не поместятся, даже в упоминания. Поэтому пишите в комментариях свой субъективный топ-10, а меня зовут Петр, и это наш топ-10 лучших зарубежных сериалов. На десятом месте три комедийных сериала из прошлого десятилетия, из которых мы не стали выбирать лучший. Это «Клиника. Теория Большого Взрыва» и «Как я встретил вашу маму». Именно эти три сериала дают исчерпывающее представление о ситкомах 21 века. Все три могут похвастаться любовью зрителей и отличными рейтингами, благодаря которым у них на троих 30 сезонов. Или... Нет, подождите. 29. Не было девятого сезона «Клиники». Итак, краткий рецепт, как заслужить признание зрителей на основе этой тройки. Шаг 1. Нужные смешные сценарии. А уж какой там будет юмор, это на вкус и цвет. Хоть про врачей, хоть про гиков, хоть обычная бытовуха про любовь. Хотя можно и наплевать на заявленное направление и шутить про что угодно. Главное смешно, а там уже всем... Я как... Ресторатор в версии Сиурганта буду. Шаг 2. Нужны шикарные актеры. Зак Браф и Дональд Фейсон. Джош Реднер и Нил Патрик Харрис. Джим Парсонс и Джимми Галлоки. Все они как будто были созданы для этих ролей. Потому что попробуйте в роли Шелдона представить, например, Тома Круза. Это ж чушь какая-то. Хотя, кстати, Вован, вот ты бы справился с ролью Шелдона лучше, чем Парсонс. Правда? Шаг 3. Нужны персонажи, которые смогут развиваться и быть интересными на протяжении почти 10 лет. И чтобы между ними была сумасшедшая химия, как в этих сериалах. Сложите все эти компоненты, и это будет легенд... Подождите, подождите. Подождите. Мне кажется, или схема, которую ты назвал, пипец как трудновыполнима. Ну, поэтому здесь и 3 сериала, а не 60. Ну, а уж какой из этих трех круче? Это вкусовщина. На девятом месте Доктор... И сейчас у экранов люди поделились. Но здесь Доктор Кто? Этот британский сериал существует уже 54 года. Хотя у него и был перерыв. Новая эра Доктора началась в 2005 году, и проект держится уже 10 сезонов. Так что вернулись успешно. Черт возьми, да они даже вошли в Книгу рекордов Гиннесса, как самый длинный и успешный научно-фантастический сериал. Доктор Кто? Это уникальный пример того, как проект держится исключительно на вселенной и сюжете. Ведь главные актеры постоянно меняются, стилистика тоже не стоит на месте, но при этом сериал продолжает оставаться очень крутым. За это спасибо сценаристам Расселу и Моффату. Они вкладываются, ну или вкладывались в сериал так, что он не устаревает и не надоедает зрителям. Пришельцы, путешествия во времени, постоянная смена действующих лиц. Что еще нужно для счастья? Конечно, культовый Тардис. Доктор Кто? Это ведь вообще по большому счету культурный феномен с такой огромной фан-базой даже в России, при том, что постоянно меняются актеры. В остальном же мне тяжело что-то сказать, потому что я смотрел сериал очень давно. Нет, подождите. Надо вот так рассказывать эту историю. В остальном мне тяжело что-то сказать, потому что я смотрел этот сериал очень давно. В 2005 году, когда его еще показывали по СТС, тогда в главных ролях были Эклстон и Пайпер, и когда их сменили, я не смог смотреть дальше. Да простят меня хувианы. А вот уже на восьмом месте другой доктор, которого вы ждали. Доктор Тырса. Ха! Доктор Хаус. Сериалы про врачей вообще всегда были популярны. Та же клиника, скорая помощь, интерны. Но Хаус перевернул игру тем, что в сериал про врачей они добавили яркого и просто ядрически харизматичного персонажа, свойственного скорее детективам вроде Шерлока. Они совместили два классических жанра. Жвачку про врачей и крепкий процедурал. И получили сумасшедшие рейтинги и любовь зрителей. Или дело не только в том, что они совместили жанры. Ну, конечно же, в самом Хаусе. Представьте себе этот сериал без главного героя, ну или, допустим, им бы был Пореченков. Обычный схематичный сюжет и стандартный герой, стандартной линии тривиальный юмор, провал после первого сезона и пока-пока. Все шоу делает именно Хаус. И это блестяще прописанный персонаж, узнаваемый внешне, со своей драмой, со своим методом, со своей философией, гениальный и при этом редкий засранец. При этом еще и с блестящим чувством юмора. Добавьте к этому исполнение Хью Лори просто влитого в этой роли и получите одного из самых ярких, главных сериальных героев в истории. Серьезно, Хаус как сериал имеет свои недостатки, вроде той же схематичности или затянутости, но Хаус как персонаж просто втаскивает проект в этот топ. Седьмое место. Карточный домик. Вообще политические сериалы штука довольно редкая. Обычно есть стандартные наборы. Полиция, врачи, учителя, обычные люди. Но если политические сериалы и выходили раньше, то еще никогда они не были настолько бескомпромиссно откровенными, как карточный домик. Сериал показывает настоящую политику, где мрази абсолютно все, включая главного героя. И домик не пытается обелить кого-то, создать персонажа, которому мы будем сопереживать. Нет, в политике по сериалу антигерой все. И тем удивительнее, что проект без положительных персонажей все равно интересно смотреть. За это спасибо нужно сказать гениальному Кевину Спейси. В конце нулевых у него было как-то туго с карьера в кино, и он стал одним из первых крупных актеров, ушедших на ТВ. И черт возьми, он не прогадал. Его харизма делает персонажа очень интересным, несмотря на то, что он антигерой, и позволяет ему даже беспрепятственно ломать четвертую стену. Плюс ко всему у карточного домика очень солидный бюджет, и это видно и по картинке, и по остальным техническим ништякам. Ну и в свое время созданию сериала помогал Дэвид Финчер, он даже снял пару первых серий, а это о чем-то говорит. Шестой настоящий детектив, и речь сейчас прежде всего про первый сезон. Второй тоже, конечно, ничего, но ходячая культовость, именно первый. Если вдуматься, то парадоксально, что у настоящего детектива, в общем-то, очень простой сюжет, а фишки его заключаются в другом. Атмосфера, нетипичные крутые города, жутковато-пустая Луизиана, которую подчеркивает блестящая операторская работа. Картинка дорогая, и это все дополняет загадочное убийство, и это все создает очень тягучую неонуарную атмосферу. А дополняет это все великолепный песенный саундтрек, равного которому нет почти ни в одном сериале. И не забудьте про лучшую в истории заставку. Это то, что касается технической стороны, но у сериала еще и гениальный сценарий. Парадокс. Сюжет не сильный, а сценарий все равно гениальный. Ник Пиццалата смог наполнить обычную детективную историю совершенно новым наполнением. Сериал полон блестящих диалогов и своей философии, которая и вбрасывает его в этот топ. Пожалуй, именно сценарий Пиццалата в свое время подтвердил, что драматургия телевидения начинает догонять и обгонять большое кино. Ну и, конечно, нужно сказать про актеров. Мэтью МакКонахи выдал свою лучшую роль в карьере, окончательно смыв с себя плу-актера ром-комов. Он настолько хорошо вжился в образ, написанный сценаристом, что воспринимается вполне как живой человек, ну и цитируется уж точно на таком уровне. Ну и Вуди Харрельсон тоже очень и очень хорош. Паван, нет ощущения, что я спалился со своим любимчиком в этом топе? Но... На пятом месте сериал Друзья на правах лучшего комедийного сериала в истории. По сути, Друзья стали пиком ситкомов и образцом современных комедий. Они держались в эфире 10 лет, показывали какие-то сумасшедшие рейтинги на всем протяжении, собрали какое-то ядрическое количество премий, поставили несколько рекордов и при этом умудрились не скатиться в чушь. При этом одно из главных их достоинств в том, что они, кажется, нравились всем. Во всяком случае, было очень мало людей, которые бы их ненавидели. Это подтверждают и сумасшедшие высокие пользовательские рейтинги. В остальном же вы помните нашу схему из 10-го места. Сценаристы где-то нашли смешных сюжетов на 10 лет, и это при том, что плотность шуток в сериале очень высокая, и подобрали блестящих актеров, между которыми была очень крутая химия. Это подтверждается хотя бы тем, что сольная карьера толком задалась только у Дженнифер Энистон, а другие актеры снялись еще в паре фильмов, но так для всех и остались друзьями. На четвертом месте три сериала, которые по отдельности, наверное, были бы пониже, но вместе они, по сути, создали современную индустрию сериалов. Давайте объясню. Первый из трех – Твин Пикс. До 90-х ТВ-сериалы, как правило, были сугубо жанровые и не особо на что-то претендующие в художественном плане. Но в 90-м году Дэвид Линч, по сути, взорвал телевидение, представив не скупую жанровую поделку, а очень неожиданный, смелый и жанровый неоднородный проект. Твин Пикс – это вообще мистический триллер-детектив, но при этом тут есть и мелодрама, и бытовая комедия, местами даже фарс. Плюс к необычной стилистике шла совершенно новая драматургия, свойственная уже скорее нашему времени. Проект стал культовым, а его дело в развитии сериалов спустя почти 10 лет продолжил «Клан Сопрано». Клан, наверное, и стал главным образцом современной ТВ-индустрии. Драма, комедия и триллер в одном, интересные персонажи, а не схемы, блестящие актеры и вложенные деньги. Этот поистине культовый сериал по сути показал, делать надо вот так, но оставалось добавить последний ингредиент, который нам предоставил третий сериал на этом месте – «Лост». Или остаться в живых, как вам привычнее. «Лост» показал, насколько интересным может быть сериал и насколько он действительно может быть большим событием. И он указал, сериалы могут быть даже большим событием, чем крупные кинопремьеры. Короче, этот последний главный ингредиент – это хайп. Была только одна проблема. Как признались сами сценаристы, они понятия не имели, чем закончить сюжет. А потому концовка оказалась какой-то дичью, и зрители не оценили. Но зато создатели сериалов следующего поколения увидели драматургия Твин Пикса и Клана Сопрано плюс хайп Лоста – это залог успеха. И благодаря этому появились три главных шедевра, которые и идут дальше. На третьем месте «Шерлок». И о нем коротко, потому что вот здесь мы практически 15 минут признаемся ему в любви. «Шерлок» стал пиком британской телеиндустрии. Идея перенести «Шерлока Холмса» в наше время, конечно, на миллион. Но и этого могло оказаться мало. Ведь изначально создатели собирались делать обычный недорогой процедурал. В интернете есть пилотная серия «Шерлока», можете найти и посмотреть. Но на самом деле не надо, это дрянь. По сюжету это был тот же этюд в розовых тонах с теми же актерами, только на полчаса короче и гораздо дешевле. Пилотную серию сняли, показали руководству канала и руководство канала признало, что это полная дрянь и в таком виде выпускать сериал бессмысленно. Тогда создатели сделали ход конем, увеличили длину серий, уменьшили их количество и сделали их гораздо дороже. И это сработало блестяще. Визуал «Шерлока» стал его визитной карточкой, а сам «Шерлок» стал визитной карточкой BBC. Вместе с деньгами и визуалом в проекте появился и тот самый стиль. А благодаря стилю новыми красками заиграл и гениальный Кэмбербэтч, который словно всю жизнь и ждал роли Шерлока. Ну и не менее крутой Фриман. И обоих эта роль подкинула в разряд мировых звезд. Единственный минус сериала очень маленькое количество серий и очень большие перерывы между ними. Очень большие! Вот и сейчас Шерлок то ли уже закрылся, то ли он еще встрепенется на сезон. Но через сколько лет это произойдет? Ну и без продолжения уже точно можно сказать, что он заслужил свое место в этой тройке. Второе место во все тяжкие. Все-таки второе? Опасно! Ты не понял. Я и есть опасность! Опасность! Это с каких пор? Когда ты забыл Балта в топе собак? Во все тяжкие это пик развития драматургии стиля клана Сопрано и прочих отличный криминальный сюжет, большие бюджеты, блестящие актеры здесь есть это все. Но ко всему этому сериал докручивает и еще один неожиданный атрибут. Мы следили за жизнью положительных героев, за жизнью антигероев, но еще никогда главным героем в сериале не был практически откровенный злодей. Ну, правда, не такой откровенный, как Ганнибал, но... И Брайан Крэнстон, до этого снимавшийся в ситкомах, тут вдруг действительно улетел во все тяжкие и выдал такой перформанс, что несколько лет подряд стабильно рубил все премии. И после этого его карьера заиграла принципиально новыми красками. Его Хайзенберг один из героев поколения и один из героев киноэпохи, вполне выровнявшийся по уровню культовости с полнометражными проектами. Плюс ко всему, и это действительно большой плюс, создатели смогли показать нам интересную и законченную историю, не перетянув ее. В то время, как некоторые сериалы даже в этом топе не выдерживали столько сезонов, портились и уходили только, когда их совсем переставали смотреть, во все тяжкие не затянули и закончили на пятом сезоне. История логически шла к завершению, и она завершилась, а не пыталась в агонии найти еще какие-нибудь ходы, вроде Амнезии, Братьев Близнецов и, ну, вы знаете. За это создателям низкий поклон и второе место в топе лучших сериалов. И перед тем, как мы объявим игру при... О, первое место, немножко упоминаний. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И первое место... Игра престолов. Предсказуемо! Позор! Позор! Ну, ладно. Первое место... Воронины! Нет, ну ты че, охренел? Вот так-то. Игра престолов. Если во все тяжкие это пик развития классической криминальной ТВ-драматургии, то Игра престолов это что-то совсем из другой оперы. Игра престолов скорее не наследник Твин Пикса и клана Сопрано, а наследник Властелина колец. Но при этом Игра престолов это Властелин колец прокачанный под наше время. Ведь главная сюжетная фишка и романов Мартина, и сериала отсутствие внятного главного героя, который наверняка доживет до хэппи-энда. Ведь когда предполагаемого главного героя сливают в первом же сезоне, это что-то совершенно новое. И за такие сценарные ходы этот проект и полюбился современному зрителю. Именно современному, потому что такое отношение с главным героем это какой-то постмодернизм. Я очень сильно сомневаюсь, что в конце 19 века кто-то бы оценил такие внезапные смерти. Но к крутому сценарию добавляется и масса других ништяков. Например, огромный бюджет. HBO не прогадал, когда вложил очень приличные деньги в проект, который на бумаге смотрелся спорно. Фэнтезийный сериал по книгам нешироко известного писателя. Сериал создал свою собственную фэнтези-вселенную. Но казалось бы, и что? Был ведь уже Властелин колец. Но Престолы создали первую настолько масштабную, подробную и суровую вселенную на телевидении. Ну, это послеземно-королевый воин, конечно. И именно сценарий и масштабность событий и позволили Игре Престолов стать таким культурным феноменом. Ну и сиськи и драконы, само собой. Ну, вообще-то, кстати говоря, Игра Престолов еще теоретически может упустить первое место в этом топе практически равным по гениальности во все тяжкие. Дело в том, что те закончились очень вовремя и правильно, а вот сможет ли так Игра Престолов? Поживем увидим. Что ж, на этом все. Не сильно материтесь на нас в комментариях за то, что мы не включили ваш любимый сериал в эту десятку. Она получилась, в общем-то, довольно предсказуемой. Но, как я сказал, пишите в комментариях свой топ-10 и обязательно лайкайте нас за новую заставку. Спасибо Антону Верницкому этот чувак. Перейдите к нему на соцсети, налайкайте ему АВУ. Я оставлю ссылку в нашей группе ВКонтакте. Налайкайте ему АВУ. Это гениально. Антон, спасибо. Ну и, кстати, он нам еще сделал оформление для всех соцсетей, поэтому подписывайтесь. Особенно на Твиттер. Мы его оживили. Мы там что-то очень много пишем в последнее время. И обидно, что этого никто не читает. Обязательно приходите, подписывайтесь. Помните, что мы есть еще в Инстаграме, ВКонтакте. Даже на сайте Коубов мы есть в конце концов. Переходите в нашу группу ВКонтакте. Она все вот это объединяет. Обязательно подписывайтесь. И ставьте лайки, потому что, помните, лайки крутятся, мемасы мутятся. С вами был Лев Шаги... А, нет, подождите. Что? Нет, не то. А. А пока... Пока. Подождите, подождите! Дарна! Субтитры сделал DimaTorzok